Доброго времени суток дорогие друзья, продолжается фасткап номер 17408, играют генезис е-спортс против стоп гейминг и это финал. Напоминаю, что победитель этого матча получает приглашение в закрытые квалификации в про серию, а там вы лишь выйдут в основную часть. А это не так и плохо. Так перейдем к пикам. Команда генезис е-спортс забанила випера, сенкинга, кентавра и дизраптора, а взяли свардера, рубика и снайпера. В стоп гейминг забанили эмбер спирита, некрофоса, лайфстилера и сварка, а взяли шедоу демона, луну и кунку. И у них остается четвертый пик, остается 40 секунд дополнительного времени. Очень неожиданный пик кунки, а шедоу демона, ну это давно известная стратегия, и пикается все-таки клак вверх. Неплохой выбор, весьма неплохой. Позабытый немного герой, но все же достаточно эффективен. В прошлой игре у генезис е-спортс был пикнут рубик и снайпер. Посмотрим, как они реализуют его теперь, и взят еще к тому же свардер, отличное дополнение к снайперу, который может взять агоним и просто уничтожать все и вся своим ультимейтом. На четвертый пик вполне может заехать абадон, очень хороший герой, и тем более в исполнении команды генезис. С ним-то они играют очень хорошо, и понимают, конечно, когда его брать. Задумался, конечно, коллектив, я пока что не особо представляю, кого же хотят взять. Но думаю, это будет неожиданный пик, потому что генезис не играют стандартом. Они играют своими наработками, своими стратегиями, и это у них очень хорошо получается. В то время как стоп гейминг я вижу, если честно, в первый раз, но это, скорее всего, команда с большим опытом. Но они взяли уже стандартный пик. Все герои, кроме Клакверка, конечно, Клакверк неожиданный, но что Демон и Уна еще до обновления были очень привлекательными героями, да и сейчас остаются достаточно сильными. Кунка очень сильный герой, и он может использоваться как керри, как мидер и как саппорт в частности. А также им очень удобно стакать крипов при помощи торрентов. В то время как Клакверк, серьезная контра снайперу, потому что влететь с хукшота, дать Коги, дать батарейки, и можно просто выйти форстафом или остаться там. И снайпер ничего не сможет с этим сделать, и ему остается только надеяться на отличную игру тиммейтов, которые помогут ему. Хотя, тот же Хьюрикенд Пайк неплохо сейвит снайпера от Ког. Пикается Фантом Ассасин. Всеми известная связка Свардер и Фантом Ассасин сейчас будет показана командой Силы Тьмы. И Стоп Гейминг банят Угрмага. Вряд ли бы Генезис взяли Угрмага. Хотя, все возможно, но, как по мне, Абадон заходит весьма хорошо. Просто, потому что герой с сейвом, и банят за Шторм Спирит, и вот он Абадон. Вот он Абадон на ласт пик. Уже, кто наблюдал за командой Генезис, видели этого Абадона очень много раз, и мне он очень нравится, поэтому я о нем так много говорю. Абадон на ласт пик. И пикается Тинкер на ласт пик, это очень интересный выбор. Ну что ж, два робота, баба на кошке, адмирал и демон готовы к бою. Ой-ой-ой, стандартные ваги доты. Я думаю, ничего страшного. Да, все вагают. Я не один такой, но мы надеемся, что это в скором времени попиксят. Так, пора представлять команд. За команду Генезис Еспорт сыграют Вест Ренш на Рубике, Айлавью Урод на Абадоне, Сикойква на Снайпере, Серсер 8 на Свардере и РЛ на Фантом Ассасине. За команду Стоп Гейминг играет Фредди на Кунке, Золоки на Клакверке, ДТ Мистер У7М умножить на Плюс и ОЮ играет на Тинкере. Элеватор играет на Шедоу Демоне и ККК играет на Луне. Что ж, снимается пауза. Делает очень быстро телепорт Абадон, будет вардить мид-линию и также бочить маленьких крепочков. И есть блок маленьких крепочков. Выход в хард-линию от команды Сил Света Стоп Гейминг хотят сделать Ферст Блад. Ставится интереснейший вард. Вот сюда вот. Этот вард даже интереснее, поскольку теперь он задевает вот эту часть. Здесь он задевает все так же. Здесь он дает вижена чуть меньше. Конечно, вот эта вот область не видно, но это... Простите, потому что видно вот здесь. А выход обычно в смоках. То есть это больше контроль в фарма леса. Здесь все как обычно, хотя меньше видно эту область. В принципе, вард эффективен, как по мне, больше вот здесь. Потому что он видит руну. Он видит вот здесь кусочек. Вот здесь кусочек. Вот здесь кусочек. Маленький. То есть примерно вот тут вот. И так же видит вот это. Этого планета достаточно для амида. Хотя не видит лес. Небольшая стычка была на верхней баунтируне. И в итоге три баунтируна отжимает колонны Генезис. Неплохой баф для свардера. Конечно, будет помощь Тинкеру. Фредди не оставит его просто так. Хотя Снайпер, как по мне, проигрывает Тинкеру в мид линии. Поскольку есть лазер. Да и Тинкер, в принципе, очень сильный мидер. Он практически любого мидера обыгрывает один в один. Но не стоит забывать про саппортов. Приходит все-таки элеватор на помощь. К своему керри. К КК. И здесь же стоит Фредди. Возможно, постарается забрать свардера. Но это не так просто сделать, когда за спиной стоит обадон. В то время вполне себе спокойно фармит Клакверк. Ничего пока что Рубик не может сделать этому жирному персонажу. Пытается, конечно, свардера оттягивать. Но, опять же, обадон плюс свардер очень сильная линия. Просто так их не пробьешь и не прогонишь. Тем более мили с упортом пункти. Поэтому сейчас нужно уйти, пулить кемп, отводить его. А Фредди стоит выйти в мид прямо сейчас. Ой-ой-ой. Красота какая. Фредди стоит уйти в мид. Есть нападение на шуту демону, есть стан. Но, ничего серьезного. Обычный харас. В то время как РЛ фармит. Достаточно интересно происходит игра. Пока что все спокойно. Тинкер. Нельзя сказать, что выигрывает мид. Поскольку 4 дная есть от снайпера. Нужно давать вазер. Вазер прокачан в двойку. Просто харас снайпера банальный. Он эффективен. И вот он лазер. Спокойно добивает крипа. Тинкер. В это время Фредди забывает стагать. Хотя с помощью торрента он может отлично стагать. Сжимает копию Рубика. Есть батарейки. И Рубик здесь никуда не уйдет. Обратывает он конечно к лагберке. Постарается задонайться в крипов. Когда есть такая возможность. Может еще и забирает руну. И не смог задонайться. Потому что пытался дать хрючку. А стоило просто бежать. Микро фейл. Но он отдает ФБ по перку. Есть торрент по Свардеру. Он отлично дает стан. У нас здесь в опасности. 100 ХП остается. Но Свардер решает отходить. И это верно. Поскольку есть бим. Нажимают салфаски. И снова все фуловые. Здесь же Кунка. Войс торрент. Сзади стоит абадон. И вкачан хил в двоечку. Выжигает ману фантомки Квакверк. Вардит Рубик. И возвращается на линию. Но здесь Квакверк чувствует себя очень свободно. Снайпер также чувствует себя свободно на мид линии. Тинкер немного проседает. Но все-таки же Тинкер сильнее снайпера в миде. Поэтому стоит играть агрессивнее. Тем более что спорты обоих коллективов стоят на месте. И тут выход от Квакверка на Рубика. Телекинеза нет. Отличные Коги. И Рубик здесь должен погибать. Пока что Вест Рендж не уверенно себя чувствует против Квакверка. Но это нормально. Отличный крэш по трем героям. Но вряд ли здесь отпустится Свардара. Да ладно. Очень плохо сыграл Фредди. Он должен был стопить Свардара. А, все. Это я туплю. Он мог проходить сквозь существа. Поэтому убить никак не удавалось. Я просто рассчитывал на банальное... На банальный бодивлог. И здесь же Светкиднище. Нажимается оно на двух героев. Тратится крэш, но она восстановится не полностью. Но этого достаточно. Будет выход в мид наконец-то. Стоило сразу гонгать снайпера. Он уже очень сильно обогнал Тинкера. Уже стоит пункт. Три героя. Команда Генезис на нижней линии. Будет это выход на Уну. Заходит в спину Рубик. Но его палит Катапульта. Отличный крэш по Уне. Будет щит на Свардара. Телегенез. И у нас здесь погибает. Но Свардар. Молк чуть не умер. За маму. Смолк в исполнении команды Сил Света. Штудемон будет давать декрепифай. А нет. Простите. Дизрапшн. Есть торрент по таймингу. Лежит Тинкер. Но сейвит Абадон. Сейчас скинет хил. Есть лазер. Но не использует пока что. Нажимается лазер. Погибает здесь Тинкер. Погибает здесь в шрапнеле Штудемоны. И Кунка погибает от ультимативной снайпера. Это снова Абадон. Который и в прошлой игре. Появляется вовремя. Дает хил. Дает щит. И просто сейвит своего мидера. В итоге. Изменение практически в 1000 нитворцев. Фантом Ассасин. Хочет купить себе Вадмирс. Тем временем Луна покупает себе сапог. Планы у нее обыкновенные. Просто скорее всего она купит себе. Драгон. Простите забыл. Драгонлендс. Новый итем. Не новый. Такой вот Драгонлендс. Чао ты берешь Драгонлендс. Возможно стоит взять Аганин. Поскольку есть Фантом Ассасин. Которую Унани пробьет минуты до сороковой. И только ультимативная. Позвольте ей наносить. Достаточно урона по этому герою. О. Нитворцу. Очень сильно обрывается вперед. Денезис. Тычный Нитворца обгоняет. Фантом Ассасин. Своего оппонента. По роли. Не собирается останавливаться. Кокер конечно задебардили ему. Хардлинию. Но этого мало. Сейчас. РЛ разгоняется. И РЛ будет крушить. Как только Капитан даст команду РЛ крушить. РЛ пойдет. И будет давать криты. А Луна. Только ультимативный. Может что-то сделать. Шедл Демон. Конечно будет сейвить. Но этого мало. Опять же. Бот Абадон. Он диспейлит. Второй скиф Шедл Демона. Который. Максит. Этот. Элеватор. И в итоге это может оказаться просто бесполезным скифом. Потому что Абадон будет просто диспейлить. То же самое с кораблями всевозможными. Отличный хукшот по снайперу. И снайпер здесь погибает. Скорее всего просто везение или скилл Клакверка позволили ему сделать этот праг. Здесь же Рубик. Убивает Свардера. При помощи знаменитой связки. Торрент. И Дизракшин. Но этого мало. Этого мало. Да. Тинкер вырывается вперед. Даклакверк хорошо себя чувствует. Но Фантомка. Фантомка фармит. Любые убийства не Фантомки. Только усугубляют положение. Сколько. Фантомка фармит. Фантомка прыгнет в амплифай дэмэдж. И Фантомка убьет. Это можно было видеть неоднократно. И держу пари, что это будет. Кунка стоит на миде в инвизии. Возможно стоит дать крест. Дать торрент. И постараться убить. Но будет мгновенная сейв ТП от Абадона. Выход на Свардера. Будет крэш. Промахивается крэшом Свардера. Просто будет фармить крипов дальше. Перекладывает себе тронфивы. Да ладно. Клакверк забирает Фантомку. Остается у него 60 хитпоинтов. Тут же погибает Тинкер. Может отъехать также Кунка. Есть по нему ультимативная у Снайпера. Он здесь также погибает. Но все-таки забирает Франк себе Абадон. У Луны фармит. У Луны добито 51 крип. По Недфорсу она имеет 3000 золота. Из которых 300 на руках. Будет брать себе Доминатор. После этого Драгонуэнс. Припугнули конечно же Свардера. Есть по нему ущип крэш по Шадоу Демону. И он здесь никуда не уйдет. Элеватор погибает. Луна также может отъехать. Здесь не ультимативная. Дается Amplify Demage на нее. Здесь же Фантом Ассасин. По итогу изменить не мало. Маленький это всего лишь спорт. Фантом Ассасин практически купила себе Владимир. Снайпер на полпути к Драгонуэнсу. А там и... С вероятностью в 70% будет Кюрикен Пуайк. Есть нападение на Фантомку. Она упрыгивает на грибов. С фейзами Клакверк. Хочу это отметить. Фейзы очень важные. Важное приобретение для Клакверка. Именно Фейзы. Не Транквивы. Транквивы не дают такой мобильности как Фейзы. А с Фейзами можно догонять практически любого персонажа. Здесь же стоит обновить Амплифай Дэмэдж. Поскольку если начнется драка, развешивать их попросту не будет времени. Тем временем Абадон спешит на помощь своему мидеру. Будет он брать себе Урну в Шэдоу. Не стоит забывать, что Тинкер практически купил себе траву. А как только он их получит, он ускорит свой фарм в разы. Просто в разы ускорит фарм. Остановить его будет очень трудно. Заходить против пика Стопгейминг очень трудно. Варует себе Бим Рубик. У него нет маны. Нет маны также у Сфардера. Хватит только на один крэш, но и стики. Возможно стоит на этом поиграть. Но нет, просто нажимается Светилище. Так. Пушит вышку РЛ. Уходит на крипов. Сейчас он зайдет боковую лапку и докупит себе Владмирс. Для него все смотрится очень хорошо. Уна по-прежнему не может дойти до крипов. Ей очень не хватает фарма и не хватает пространства. Очень хочется, чтобы суппорты набили шороху, но это невозможно. Все линии захвачены командой Генезис. Они сейчас держат игру в своих руках. И только Тинкер с Квакверком сейчас могут совершить камбэк. Поскольку сейчас игра идет в одном направлении. В направлении победы Генезис. И вот она. Вот она фантомочка по дамплифай демиджам. Тут же погибнет Шадоу Демон. Кунка спешит на помощь, но помочь уже ничем не сможет. Прилетает сюда Тинкер. Будет, конечно, кидать маршей, чтобы отпушить. Но мид также начнет гореть. Снайперу уже дали инфу о том, что на карте всех видно. Шадоу, во-первых, в верхнюю линию. Тинкер на нижней линии. Рубик ждет телепорта Тинкера на мид, чтобы дефать. А снайпер просто пошел фармить лес. Тут же погибает Кунка. Как только появится Дезолятор. А уже появляется Блинк у Свардера. Сюда же стягивается Рубик для помощи тиммейтам. Так вот. Как только появится Дезолятор у Фантомки. Ни один герой, в том числе и Квакверк, выжить не смогут. Слишком много минус армора. Слишком много дэмэджа. И только обратка дает неуязвимость Квакверку. Поскольку один крит по обратку, это смерть Фантомки. Практически гарантированно. Поскольку урон чудовищный, а вампиризма нет. Отличный хукшот по снайперу. Он здесь погибает очень быстро. Превосходство в исполнении Квакверка. Зоки играют очень хорошо на этом персонаже. Но падает Т1 Тавер на нижней линии команды Сил Света. Эрел снова забирает пышку. Уже есть один Витрил Хаммер. И возможно, стоит задуматься в команде Стоп Гейминг. И начать играть активнее. Есть нападение на Штоп Демонов. Угибает он здесь практически мгновенно. Корабль не решает скинуть Кунка. Приходит сюда также Тинкер. Ну, говорить особо нечего. Вот там префай демедж, а вот Фантомка. Я об этом говорил вначале. Будет больно. Есть Крэш по Тинкеру. Есть на него Амплифай демедж. Также ультимативно вешает Снайпер. Бежит рядом Свардор. Погибает он здесь от Квакверка. Совсем неожиданно. Есть Крест. Есть Торрент. Отличный хукшот по Снайперу. Отличная ультимативная от Луны. Погибает здесь Фантомка. Корабль по никому. Ну, а есть Баб. Пытается, конечно, убежать. Энезис. Потеряли своего Кора. Рубик также отсюда никуда не уйдет. Да ладно. Дзама, он не погибал. Нет, она все же погибает. Вот Шрапнели тут же есть. Свардор. И вот она игра. Вот затягивание. Очень интересно наблюдать. На самом деле, изменения. Достаточно существенные. Очень много денег отыграли. Силы Света. И тут же погибается потом... Ой, Кунка. Простите. Кунка погибает. Снайпер фармит лес. Совсем скоро он купит себе Хюрикен Пайк. Сможет он наконец-то сейвиться от Клакверка. И после этого вот эти шальные фраги закончатся. Конечно, Лотосор постарается себе купить Хюрикен Пайкверк, дабы снимать Амплифай Дэмэдж. Но сейчас стоит упаковываться. Платмейлы... Всевозможные. Это верный выбор. Просвечит, по-первых, Рошана. Падает еще один Т1 тавер. Остались только Т2 таверы. Ну, Рошана, Рошана собрать не выйдет. Тинкер все это время фармит. Но совсем скоро купит себе Блинк. Фантомочки стоит просто пофармить себе изолятор и после этого выходить. Потому что сейчас видно очень сильное проседание. Да, убийство есть, но если Фантомку фокусят, или если нет Амплифай Дэмэджа, то импакт от нее сводится к минимуму. Ломается Абсервер Вард, понимает команду Генезис. Очень быстрый смок. И кого же зацепят? Зацепят фокуэрка, если на него Амплифай Дэмэдж, пригодит Фантомка. Нажимается обратно. Нет, даже обратно не успел нажать. Снайпер ее убивает. Возможно, стоит также Снайперу взять Аганим себе. Вот тот самый Амплифай Дэмэдж. Возможно, даже взять рапирки. Раз рапирка, два рапирка. И убивать с одного ультимейта всю команду. Напоминаю, что ультимативная способность Снайпера с Аганимом выглядит следующим образом. Урон Снайпера умножается на 2,8 и наносится по области. Филисским дэмэджем. И погибает здесь очень быстро Шидоу Демон. Тинкер настреливает, конечно. Можно понять из этого, что где-то есть Абсервер Вард, но это не так. Это не так, поэтому успокоиться пока что не стоит. Все-таки ставится в центр и защищается свой Абсервер Вард Рубиком. Здесь ракетка. Как и есть, приносит себе Пэтмейл Квакверка, Куриен. Верное решение. Упаковываться в армор 1, упаковываться в армор 2. Обязательно. Если этого не будет сделано, такое количество физического урона просто не оставит вам шанса. И появляется Дезолятор у Фантомки. Будет она покупать себе БКБ следующим итемом. Очень верное решение, поскольку пока что Эклипс Луны плюс корабль Кунки это смертный приговор для Фантомки. Я уже молчу про Тинкера. Который магии имеет достаточно. Плюс лазер, который не дает наносить урон Фантомке в принципе. Проверяется Рошан. Конечно, забрать его могут очень быстро. Поэтому стоит дежурить. Но это проседание по фарму. Вы дежурите у Рошана. Ваш оппонент фармит. То тоже не есть хорошо. Для команды, которая дежурит. У Свартера совсем скоро появится Форстап. Возможно, стоит прикупить себе Форстапчик и Рубику. Лишним не будет. Видит Абадон. Квакверка. Но ничего за этим не последует. Пока что игра остановилась. И эта остановка игры идет на руку команде Стоп Гейминг. Поскольку Тинкер фармит. Тинкер набирает критическую массу. И... Такими темпами он действительно возьмет себе хорошие артефакты. И сможет вполне успешно дейфить хэкграунд. Или же пушить. В зависимости от того, Кому выгнется удача. Есть Смог от команды Сил Света. Фредди с Элеватором. Ждут. Когда же нападет враг, это фанальный байт. Но этого байта достаточно. Потому что если не делать даже такие простые нападения на Свардера, фукшот, обраточка, Свардер. Форстапится отсюда. Снайпером корабль никуда. Тут же есть нападение на Клакверка. Нелась ультимативная. Но боится Фантомка и правильно делает. Поскольку очень много фаршей уже настакано. В Фантомке остается мало хп. Абадон вынужден тратить ультимативную. И Фантомка просто уходит на Эншентов, дабы пополнить свои запасы здоровья и денег. Очень много вардов покупается. Саппорты действительно хорошо играют. Что у команды Генезис, что у команды Стопгейминг. Это очень и очень хорошо. Фредди постарается купить себе Миндас. Понимает он, что эта игра затянется. Аркану хочет купить себе Шэдоу Демон. Клаквер все еще на пути к Ватус Орбу. А Тинкер возможно купит себе Линзу. Что же купит Уна? Уна после этой пачки Эншентов купит себе Манта Стайл. И уже несет себе. Абадон стремится к Мекке. Фантом Ассасин хочет купить БКБ. Снайпер постарается купить Сильверэш. Погибает здесь Свардер от Тингера. Очень неожиданно для меня. Теряю я вот такие моменты. Свардер. Есть хукшот по Рубику. Ничего это не означает, конечно же. Нажимается обратно. Есть отличный Клипс, но уходит сюда Фантомка. Абадон фуовый. Везет, конечно. Батарейки воруют Рубик. Стоит, конечно, подойти и заюзать. Нет Эклипса. Есть Снайпер. Настреливает он очень больно. Люди тут кактуда очень быстро погибает Шедлодемон. Есть Клиппо. Браточки погибает здесь Папверк. Форстафит Фантомку. Промахивается Торрентом Функа. Но кораблем он успешно попадает по Рубику и убивает его. И, конечно же, он отсюда никуда не уйдет. Три в одного размен. Нельзя сказать, что он хорош для команды Сил Света, поскольку он по золотые слова. Слушай, изменения в тысячу золота и, я думаю, время посмотреть на общую ценность. Изменения, конечно, не страшные. Игра идет вполне ровно и все еще оба коллектива могут победить. Ну, один победить. Кто-то из них. Если быть конкретнее. Есть Мидас. Мидас-то очень хорошо. Постарается купить себе все-таки Климер-кейп. Рубик. Кинкер уже купил линзу. Возможно, это будет выход в аганин. Дишним не будет, поскольку дефать придется очень долго. линзу. Старается купить себе Бокинг-бар. А Пантомочка при покупке Бокинг-бара пойдет пушить. Мгновенно. Ждать нельзя. Если вверх просвечивает, но буду стараться забрать. Рошана нужно забирать. Это понимает команда Генезис и идет. Кубик очень сильно проседает вот ракет. нажимается Смоук и отходит команда Генезис бросая Рошана. Очень интересный мув. Не спалили Смоук. Как-то растворились получается. Видят Фантомку со Снайпером. Эдакое Рошан состояние. Вы можете наблюдать сейчас на своих экранах. Свардер заходит в Рошпит. Дает Amplify Damage. Но Торрент рассвечивает. Рассвечивает он ровным счетом ничего. Только обновленная попадая. Прыгает сюда Фантомочка. Забрать Рошана. Вижена никакого нет. Об этом не знают. И похоже команде Генезис удалось забрать Рошана. Отличный мув. То есть обновили Amplify Damage. Фантомка прыгнула абсолютно незаметно. Причем по таймингу когда все скиллы в кулдауне у оппонента неплохо сыкрано. Тут же нападение на Кунг от Свардера. Есть по нему Срабшин. Нажимает в ультимативную луна. сюда никуда не уйдет Свардер. Ворует Эклипс Рубик. Нажимает подпет мгновенно. Хотя стоило конечно подождать. Спину трепортируется Клокверк дает ракеты видит Абадона но прыгает он к него вот это ошибка действительно Абадон может здесь очень быстро погибнуть Абадон фуловый ничего потратил прыгает все таки Фантом Ассасин в Клокверка и Абадон конечно хилит но погибает он у лазера уна под бафом вряд ли умрет быстро здесь же элеватор элеватор сильно подставляется элеватор погибает уна также начнет терять хп но не столь быстро как элеватор здесь есть Тинкер он уже пушит нижнюю линию сюда же приходит Звардер и Тинкер уже ушел нужно конечно отпушить линию стоит пушить Т2 Т2 стоят снайпер должен бить и вот он бьет туда постепенно падает уже из Shadow Weight Тинкер тут как тут на дефе но Абадон я думаю спокойно все это захилит беспокоиться не стоит приносит себе Бокинг Бар Фантомка теперь же она может не бояться абсолютно ничего ну кроме конечно обратки но обратка это дело такое сейчас она есть потом ее нет а БКБ всегда по крайней мере на 10 секунд сейчас точно так глянем на творцы абсолютно поровну идут команды 28 минута если на прошлой карте на 20 минуте было преимущество в все с половиной тысяч нетворцев то сейчас графики на нулях и ломается т2 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 тьмы даже по вышкам сейчас поровну все абсолютно все БКБ появляется у луны появляется агоним у тинкера отличная ракетка дает полный вижен по команде с тьмы и здесь же тинкер пушит т2 тавр на верхней линии будет ли это размен таборами или все таки генезис буду дефить тинкер тауш точно будет дефить дефить он будет вполне успешно или сейчас или никогда нужно идти потому что т2 тавр падает и падает он очень быстро у него очень много демежа и тут же есть дисрапшн от шаду демона тайпер пушит один этого недостаточно если будет размен хайграундами то луна выиграет этот спор свартер стоит в кустах падает т2 тавр силу тьмы ой силу света простите да и силу тьмы тоже упал и отходят оба коллектива здесь же свартер есть амплифай дамаж пак вверх прыгает он дальше за ним фукшота не последовало эклипс венчин заставили отменить телепорты но ценой эклипса свартер чуть не попал на марши не сбил себе блин и не подписал смертный приговор бегает в инвизи снайпер видит кунку столкнулись они с ним есть крест есть торрент и должен быть корабль дисрапшн нет мискоординация мискоординация где-то смерть для демона но конечно с агонимом тинкер дейфит невероятно антворцы все увеличивается преимущество сейчас переходит в руки команды стоп гейминг и тем самым плохо затягивать против тинкера вы затягиваете тинкер фармит он фармит гораздо быстрее чем любой герой есть нападение на тинкера амплифайд эмэдж но если не пропит баша и тут же фантовка с одного удара убивает тинкера но отличная ракетка это смерть для свартера опять же абадон не успел просто не успел стоит идти на хайграунд или разводить на байбэк которого нет или просто спушить т3 кроме тинкера дейфить некому будем откровенны у луны эклипс отсутствует это точно и об этом знают хотя не об этом не знают поэтому боятся если бы знали пошли бы сразу потому что кроме тинкера как я уже говорил дефить некому вот как по перк рассыпается но у него есть локус здесь же снайпер он очень хочет купить себе бкб свартер уже на базе и идет дефить не отходит команда генезис ну вот опять опять затягиваний опять непонятная игра опять непонятно кому же повезет чей скил окажется выше игра абсолютно ровная 32 минута непонятно ничего один фейл одна макро ошибка одна микро ошибка и все вы проиграли нападение на ладона есть ультимативная нажимается эклипс от луны у нас здесь нажимает бкб но погибает очень быстро тут же гвакверк будет прыгать фантомка на гвакверка так и есть прыгает потом припадаем убивает с одного удара попадает на торрент что же произойдет дальше дальше не произойдет ничего потеряли керри потеряли хардвейнера если байбэк байбэка нет сейчас будут пытаться разводить на байбэк команда генезис но получат товара хотя тинкер опять же дефит дефит успешно снайпер будет пушить но пока что он пушит недостаточно быстро пройдет еще минут 10 и он начнет пушить с такой скоростью что одного тинкера уже будет недостаточно с тинкера ждут рошана появится он совсем скоро буквально через минуту в то время рубик ничего не имеет то что он суппорт органы достаточно и ауры очень полезная аура вот здесь стоит мне кажется подробнее итак смотрим магическая защита у снайпера 25% под рубиком он увеличивается до 38% и так с каждым героем и того магический дэмэдж очень сильно режется если сейчас абадон или свардер купит пайп резист будет около 50% а 50% это уже абсолютно бесполезный тинкер абсолютно бесполезный его вазер это чистый дэмэдж это да это опасно но марши ракетки все это на крипах отражается ну скажем так слабо в итоге пуш усилится еще а он так очень хорош тем более снайпер он как и на дэпе так и на пуш весьма эффективен поскольку пьет он с огромного оранжа приобретает себе пкб снайпер сейчас ему просто принесет курьер так есть тингер форс ну его сколько я понимаю а я не понимаю просто ладно кто-то же его форс ну или он линга есть драка чуть не погиб здесь снайпер тут же обадон есть ультимативная очень сильный фейл очень серьезный фейл ультануть в лоту сорб позволительно и свардер не успевает если бы нажал раньше то успел ну что ж вот он и вот у сорб тут же будет нападение на рубика но забоял скинкера и правильно сделал очень грамотная игра есть блин кукунки здесь на него амплевает демедж появляется рошан и тут же смоук от шедоу демона в этот раз отдавать рошана не будут глиммер кейп есть у свардера неожиданное приобретение дд поднимает фантомка и мкб появляется у уны есть крэш по акваперку ультимативная от уны тут же бкб от фантом ассасин не очень вовремя прожала конечно она его отличные коги отличный хукшот тут же погибает свардер погибает рубик на свет тенище отхиливается команда силы тени но их всего трое сбивает рошан телепорт тинкеру восстановится мана не скоро поэтому он пойдет на светилище генница погибает здесь квакверк опять ультимейт вот у сор есть крест есть торрент корабля пока что нет будет конечно забрать фантом ассасин ой 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 как больно ей вардиан грифс нажимает сразу же ультимативную вот бкб снайпер настреливает погибает один погибает другой и здесь также может погибнуть луна бкб у нее нет если бы подцепили отпустили бы вряд ли сварда жив стоит пойти сейчас на рошана и так генезисы сделают уже есть амплипай демедж тут же мгновенно прыгает фантомочка рошан падает очень быстро 4 армора у него всего 19% защиты от физического урона напоминаю что в патче 7.00 рошана изменили для тех кто в танке а таких людей мало мы все таки дотера теперь рошан сконцентрирован на арморе а не на хп а раньше же хп было много и минус армор помогал убивать рошана быстрее чем сейчас сейчас же минус армор ускоряет но не так сильно аэнд их здесь тоже никуда не уйдет вот усор отлично помогает по перку убивать героев и помогает ему самому выживать фантом фантомка фантомка все и добро пожаловать в мир неуязвимостей одна луна не нанесет достаточно урона хотя даже сатаник мкб было бы более выгодное решение поскольку бкб не вечно а лазер тинкера будет постоянно возможно поэтому бватор наберется как альтернатива мкб которая дает слишком мало для вейтгейма а туда команды стремятся такие вот американские горки можно наблюдать на графиках хотя это скачки только лишь в 3000 нетворса и 3000 экспириенс не так и много нет внешних вышек у команды сил света а у команды сил мы также нет внешних вышек крипы закончили дело начатое тинкером и появляется аганим у квакверка теперь же его врывы будут еще чаще и снайперу придется не сладко поскольку его хюрикен пайк пидажится 10 секунд ах уже тут тинкера 12 если он потратит хюрикен пайк слишком рано то он рискует умереть тем временем кокверк все так же спамит ракетками и дает ценную информацию своей команде пантом пантомка пока что не решается идти даже с аегисом хотя это очень странно у луны совсем скоро появится сатаник тинкер делает паут конечно его стараются ловить есть обсерверы на текстурках дабы это сделать но сделать это не так просто байбеков конечно очень много коры без байбеков стараются не бегать но снайпер возможно купит себе мкб и не оставит байбека потому что оно ему надо для успешного куша для успешных убийств без мкб никуда лазер достает до него в 100% случае появляется хаста и их закончится через 2-3 минуты поэтому стоит торопиться в данный момент магическая защита фантомки 41% и 2500 хп возможно и стоит взять все таки даггер по двум целям а не 25 ковкостей так и есть снайпер берет себе мкб и не оставляет себе байбека видят они кунку в лесу и кунка понимает что там стоит вард нападение на свардера хексит его тинкер раз хексит еще раз и телепорт снайпера спасать его тиммейта тут же нападение на абадона от бакверка абадон конечно вряд ли погибнет хотя нет есть тп от луны абадон все же медленно но верно отправляется в таверну обновляется вард на текстурках хотя не его даже не сломали сендри закончится очень быстро появляется обратка кунки очень хорошее приобретение лишним урон не будет телепортируется тинкер на святилище и тут же забирает да ладно свартер он все же засейвил но рубик здесь погибает и чуть не погиб свартер от ракетки также постарается купить себе бкб снайпер на пути к мою штрому а там йольнир недалеко пантомка может прямо сейчас райт кликом купить себе арчит после накопить уже взять ботов видит снайпер кунку но не знает что сзади луна теперь он видит луну возможно стоит напасть нападает конечно снайпер но это всего два удара забывает конечно снайпер про аганим который дает ему очень хороший баф и позволяет взять рапиру очень эффективную рапиру и возможно через минут 40 мы увидим снайпера с аганимом и четырьмя рапирами ну а также бкб конечно пока что покупает он себе хиппер споум и бьет он теперь с скоростью 2 атаки в секунду байбек остается всего лишь у ны фантомки из вардеров в то время кинкер с приобретенным хексом становится достаточно грозным оружием рошан появится через 2 минуты акваперк будет брать себе с оркест для того чтобы не умирать от фантомки уже сейчас у него есть 33 армора есть ракетка от акваперка дающая нужную информацию о команде генезис генезис хукшот дается. Отличный хукшот по энчинтам. Тут же Свардер. Нужно прифайд дэмэдж. Да ладно, два раза он на когах отрежает. И Клакверк выживает. Рашан появится через минуту. Кто о нем первую знает, тот и заберет. Конечно же, возможности для просвета у команды Сив света гораздо больше. Здесь намплифайд дэмэдж по уму не. Нашли падение. Что ж, неплохой размен. Это свободный Рашан для команды Генезис. Очень сильно подставилась луна. И байбэка у нее нет. Это, возможно, минус сторона. Потому что пуш идет очень быстро. Есть врыв от Клакверка. Но ничего дальше не следует. Хотя прыгает Фантомка на него. Нет у нее пока что БКБ. Подхиливает ее Абадон. Есть на нее Хекс. И продолжается пуш. Абадон захиливает. Рубик с Аурой не позволяет умирать своим тиммейтам очень быстро. Клакверк дает хукшот своего тиммейта. Интересная очень связка. То есть он дает хукшот. Его сразу же возвращает Кунка. Тут же Клакверк. Корабль на отпугивание. Но снайпер все это время бьет по табу. Есть врыв на снайпера. И сразу же улетает Клакверк. Вот она реализация грамотно выбранных героев. У Нава с кресла. Есть Муншард. Есть БКБ. И есть Эклипс. Тут же бегает Свардер. В Глимер Кейпе. Возможно будет нападение на снайпера. Падает и Тритавер. И это свободные святыни. То есть сейчас имеется возможность безопасного убийства Рошана. Сколько теперь телепорта на святилище не будет. В Глимер Кейпе Свардер был на него Хекс. Но на реакции успевает все-таки он себе помочь. Есть у него Аркейн Руна. Не хватает Вижена. Элеватор. Сразу же ставит Обсервер. И как только из кого не хватает Вижена, сразу же цепочка покупок Бордов. Так, идут на Рошана команды Силы Света. Дайр об этом не знают. Возможно поймут по этой ракетке. Шва по прямой. Но нет. Рошан падает очень быстро. В нем, помимо Егиса, сейчас лежит Цирк. В ответ на это забирает мне что-то же святыня команды Силы Силы. Тьмы и ставится пауза. Сикойква, возможно, прилагал. Но у него сейчас есть Муншард. Нет Байбека. И он хочет купить себе Дейдаус. Вот такие вот у него планы. Ууны в планах Кираса. Отличный баф тиммейтов. Вакверк. Все еще думает брать ему Соверпест или оставить все-таки Байбек. Даже уходит он в пользу Байбека. Шадоу Демон хочет купить себе Форстаф и Блинк Даггер. Тинкер. Непонятно, что хочет к себе купить. Но, скорее всего, это Будстоун. Кунка на пути к Дезолятору. Выходит он постепенно в керри. И это правильно. Абадон. Пайб. Как я уже говорил об этом. Очень важная вещь против Тинкера. Свардер может купить себе БКБ. Рубик с Климер Кейпом. И Фантом Ассасин. Также с Муншардом. На пути к Манта Стайлу. По графикам мы видим абсолютные ноли. Кроме как изменения 7500 экспириенсов ведет команда Генезис. Но на 50-й минуте это не так важно. На 50-й минуте больше решает наличие Хиксов у команды. Наличие Сорр Крестов, Климер Кейпов, Форстафов, Хьюрикен Пайков. Всевозможных Сейвов и Дезейвов. Также Эйбисовы. И та команда побеждает. Какая грамотнее использовала свои предметы и способности. Также отсутствие ошибок. Отсутствие соло фрагов. Вот что действительно важно в первую очередь. Итак, продолжается игра. Падает святыня. И стоит забрать святыню на верхней руме. Потому что это деньги, и деньги лишними не бывают. Крэш по крипам. Крипы падают конечно быстро. Но стоит понимать, что игра будет долгой. Поэтому прямо сейчас вы можете пойти и заварить себе какого-то чаю. Потому что в ближайшие 5 минут ничего не будет. Будет фарм. Команды должны добрать свои предметы. Свардер докупает. Нет. Стоп. А кто купил? Не понял. А, Пайпу добирает Абадо. Конечно же. Вард замечает Кунка. Отличная игра. Как-то очень сильный Девард от Кунки. Это при том... Вот непонятно как он находит. У меня стоит дилей. Дота ТВ. Трансляция не идет. Есть Хекс по Сикойпе. Киндер все еще бьет. Да ладно. Еще Хекс. Но тут же Свардер дает Амблифай демэдж, дает Крэш и погибает здесь Тинкер. 80 секунд. Есть Байпэк и стоит разводить. Когда я говорил про чаек, забудьте что я сказал. Оказывается, Савафраги возможны. Слишком самонадеянный Тинкер. Поставлять себя и свою команду. Сейчас возможен развод на Байпэк. А после этого, такой Савафраг, закончит игру. Рисует Абадон. План Капкан. Пойдем и спушим ребят, что мы ждем. Тут же Глиммер Кейп и Свардер понимают, что там Сэндри. Бежит Снайпер. Просвечивает ракеткой по Кверк и запармливает немножечко Крипчиков. Рубик покупает себе Варды. И здесь же Снайпер. Снайпер постепенно забирает Крипов. И все у него идет действительно хорошо. Да, есть мелкие проблемы в виде Клокверка. Но Хьюрикен Пайк отлично справляется. И Хьюрикен Пайк Ватусорг справляется еще лучше. Уже воскрес Кинкер. Это будет Дэв. Просто забрать Светилище. Две минуты подождать окончание Айегиса. И после этого со спокойной душой идти дальше. Крита непоследовала. Снимает с себя Амплифай Дэмэш Котверк. Берет себе степдальность к атаке. Снайпер. Есть на него Хрест. Будет ли корабль корабля. Есть корабль. Но корабль отправляется в никуда. Это с его лишь баф. Нет корабля. Очень быстро погибает здесь Шадоу Демон. У него нет байбэка. Сейчас стоит идти его. Без саппорта. Такого важного саппорта. Драться будет очень трудно. Заходит Снайпер. На него сразу же инициация. Есть за фарцейл до Бадона. Тут же Лайзер по четырым героям. Тинкер чуть не погиб. Нужен по нему хилл срочно. Есть на него файп. Есть Амплифай Дэмэш на Луну. Тут же пушится казарма мечников. Снайпер настреливает. Это минус Митавр. Инициация на... Подолосасина просто лопается. Здесь Луна. Нет у нее БКБ. Нет Эклипса. Также погибает здесь Клакверк. Хотя нет, нажимает сыр. Личное исполнение. Амплифай Дэмэш висит и на Свардере. Рубик погибнет прямо сейчас. Да ладно, выживает. Погибает Свардер. РЛ стоит в свинке. Стоит ему убегать. Снайпер стоит на месте и настреливает. Чуть не погиб Фредди. Погибает все же Клакверк. Погибает Абадон. Погибает Рубик. Погибает Свардер. И снайпер. Да ладно. Живет или нет? Живет или нет? Есть по нему БИМ. Здесь же Тинкер. И никуда отсюда во снайпер не уйдет. Минус 4 героя. Но Генезис добили Рэндж Барак. Хотя не добили Милиничный Барак. И опять же изменения по Недворцам не такие большие. Погибло очень много персонажей. Что с одной, что с другой стороны. Так, РЛ понимает в важности Бэкингбаху. Простите, МКБ. В БКБ он поверил уже давно. И не имея Байбэка, покупает МКБ. Насколько это оправдано, мы узнаем совсем скоро. С ДД идет УНА. База падает чудовищно быстро. Вынужден Байбэкаться здесь же. Снайпер. Телепортируется на светилище. Чуть не отъезжает из-за этого. Потому что Тинкер с Хексом тут как тут. И начинает стрелять по Уне. Отличный крэш. УНА по Набли по дэмэджам. Есть ли Байбэк у Уны? У Уны есть Байбэк. И она здесь чуть не погибла. Погибает здесь все-таки. Да ладно. Да ладно РЛ. РЛ без Байбэка погибает под Хексом. Тут же в опасности снайпер. Нужно нажимать свет. Пиню погибает. Рубик. Отключается Свардер. Будет ли пауза? Во-первых, погибает. И ставится пауза. Вот это замес. То есть, здесь подставился РЛ. Он не успел нажать БКБ. Мгновенная реакция Тинкера с Хексом. РЛ погибает. Байбэка у него нет. Подставляется Клапверк. Погибает. Уна также чуть не погибла. И если бы здесь Луна погибла, все бы было поровну. А так Луна выжила. Она могла прямо сейчас попросить Байбэку со своих тиммейтов. Что они знают, что в Фантомке нет Байбэка. Она бы сделала его мгновенно. Сделала. Сделал Байбэк. Клапверк. Сделал Байбэк Шидоу Демон. Все похилили. И пошли пушить. Фантомке не будет 80 секунд. И отжимает паузу Луна. Луна пушит. И дальше. Переподключается Свардер. Есть телепорт от Рубика. Палится на варде Луна. Нет у него тревелов. Тут же Рубик Климер Кепи откидывает Луну. Дает по ней бим. Нажимает она Сатаник. Ее буду стараться догонять. Тут же Тинкер. Дает хекс. Но. Отличная игра у Тинкера на реакции. Выживает он. И Луна также уходит. Немного наверное неправильно сыграл что ли Рубик. Или возможность во всей команде сделать телепорт на этот. Шрайн. И убить Луну. Потому что этот фраг очень важен был. И отдавать таких героев нельзя ни в коем случае. Появляется Дезолятор у Кунки. Не забывает он о покупке вардов. Давайте же взглянем на Нетворца. Ого. Саппорты внизу. Все правильно пока что. То что Кунка впереди. Это. Действительно неприятно. Для команды Генезис. Потому что он. Потенциально очень сильный керри. И со временем он. Будет действительно огромной проблемой. Потому что. Пока что вайт потенциалу Генезис исчерпывается. Дэвид они конечно могут очень долго. Но в плане вейта. Только лишь из-за селедки они сильны. Йо. Коррозив Хейс. Почему Коррозив Хейс? Ладно. Всегда было просто амплипать демэш. Теперь Коррозив Хейс. Ну что ж. Буду узнать. Поднимает Телеки на Змуну. Нажимает она БКБ. Нажимает Эклипс. Прыгает на нее Фантомка. Очень быстро бьет. Нужно нажимать БКБ. БКБ нажимает Фантомка. Погибает здесь Луна. Есть корабль. Подставляется Кунка. Кунка также погибает здесь очень быстро. Аэро уйдет дальше. Тинкер уходит и отходит сюда, отсюда в элеватор. Стоит разводить на Байбеке. Это понимает команда Генезис и идет по виду. Статуя Свардера разрушена. Байбекается Кунка. Старается сохранить Байбек Луны. Будут стараться. Есть хукшот на крипов. Тут же есть. Отличный хекс по Фантомке. Есть Торрент. Свардера цепляют. Есть еще один хекс. Лазер. Но в втором месяц к вам попадут. Да ладно. Опять хекс на Фантомку. Спелят его Абадону. Отличный корабль. Нет под боем. Свардер выиграет. Делается Байбек от Тинкера. Погибает из Квапберг. Байбек от Луны. Байбек от Квапберка. И нужно отходить. Нужно отходить. Забрали Байбека. Бросайте Абадона. Бросайте. Бросайте Абадона, ребят. Есть с ним ультимативная. Не стоит драться. Рубика тоже бросайте. Бросайте саппортов, ребят. Не надо. Не надо. Бросайте. Отличная игра. Фантомка остается здесь. Если бы она сейчас вышла, это был бы фраг на Тинкере. Это был бы выигрыш игры. Банальный Вижен сейчас спасает как Фантомку, так и Тинкера. Байбека нету Тинкера. Байбека нету Квапберка. И Байбека нету Луны. Сейчас идет Оу-Ин. Пуш базы для команды Рейдиант. Это Оу-Ин. Любая смерть Кора. Это поражение. Есть хукшот по Квапберку. Он здесь не в безопасности. Держит скалоту Сорб. Не нажимает пока, чтобы Фантомка Айлавью, урод, на Абадоне очень сильно подставляется. Сэмплифай демаш по Квапберку. Также апплифай демаш по Тинкеру. Старается, конечно, его убить. Но Луна погибла. Да ладно, Луна погибла. Элеватор также погибает. Тинкер погибает. Не будет его 2 минуты. Также погибает здесь Квапберк. Его тоже не будет минуту. Три пауки в исполнении РЛа. И это... Это ГГ. После такого не выигрывают. Остался 1 Кунка. Есть БВ, конечно, у Шадоу Демона. Он нажмет его. Но... Кунка плюс Шадоу Демон не... не смогут задефать. Не смогут. Этот оуин не оправдался. Идти на снайпера слишком было рискованно. Они еле дефили свой хайграунд. И они зачем-то пошли на вражеский. И поплатились за это игрой. Кунка погибает просто мгновенно. Идут в трон команда Генезис. Ну что ж. Поздравляем их с победой. Проходят они закрытые квалификации в про-серию. Не знаю, почему не хочется губей. Патьку. Пока подождем. Так прыгает Середка на Шадоу Демона и падает трон. Сегодня мы победили. Поздравляем Генезис Е-спорт с победой. Это бывает часовая игра. Попадают теперь они в закрытые квалификации в про-серию. И пожелаем им там удачи. Будем надеяться, что они себя хорошо проявят. О команде СтопГейминг. Желаем поработать над ошибками. Возможно стоит пересмотреть свои взгляды на лейтгейм. И у них все получится. Скиллы у игроков есть. Играют они очень хорошо. С вами был Тродо Тату. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok